Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня наконец-то мукпанг с курицей гриль. Мне кажется, ее не было очень давно. А все потому, что все остальные доставки с курицей гриль мне не нравятся. Мне нравятся только в одном месте, и туда мне было лень ходить. И даже один период, там, кстати, не было курочки. Здесь у нас грейпфрут. Многие думают, что это красная рыбка. На самом деле нет. Это самый обычный грейпфрут, просто я его почистила за кадром. Огурчик, болгарский перец. Обожаю. Корнишоны. Мы, кстати, из деревни привезли кизиль. И вот сделали из него вот такой вот соус. Он такой кисленький, очень вкусный. Кстати, влог обязательно выйдет. Это просто будет влог, тот, который я снимала для азербайджанского канала. Я его просто переведу и опубликую здесь тоже. И давайте приступим. Я обожаю вот эту вот кожицу, которая сверху. Это прям самое любимое. Обожаю. Макаем на шарап. Вкуснотища. Я просто буду делать вот так. Обожаю курочку. Мы сегодня еще должны с подружками увидеться. Ммм. Ммм. У них очень вкусная курица. Очень. По идее, мы небо. Надо было не так плотно кушать, потому что я сегодня еще въезжу с подружками, но захотелось мне снять контент. Так как мама купила две курицы, и она прям горячая, я не смогла удержаться. Быстренько сделала макияж, села снимать. В моем инстаграме я поставила опросник, чтобы вы задавали интересные вопросы, на которые я буду отвечать. Какую машину ты бы хотела следующей, BMW или Mercedes, например? Признаться честно, я очень довольна своей машиной. Мне она нравится. А я ее не стесняюсь. То есть иногда бывает вот машину ты купила, она тебе не нравится, ты ее стесняешься. Самое главное, она мне по карману. То есть надо учитывать тот момент, что купить просто машину это не сложно. Но заливать в нее бензин. Техосмотр. Что-то поломалось и так далее. Это все стоит денег. Ближайшие где-то, наверное, три года я планирую еще ездить на этой машине. А потом... Не знаю. Можно, например, Range Rover взять. Мне Range Rover нравится. Но ты не знаешь, что я куплю какой-то поддержанный там, который возраст там с меня. Если покупать, то покупать свеженькую машину. На новую, естественно, денег у меня нет. Но где-то... Пятилетнюю купить можно. А может что-то попроще. Но все зависит от доходов. Улезать в долги, в кредиты, чтобы купить машину, я считаю, нецелесообразно. Это, опять же, чисто мое мнение. Кто-то и в кредиты покупает, и ничего. Оплачивают и счастливо живут. Но соседкам в деревне взяла машину. Это Range Rover. Дискаурет. Он настолько старый. Он у нее постоянно ломается. Купила, теперь продать не может. Я очень выборочно. Выбираю. Я ей там помогла. На Турбоаз выложить. Сделали ее объявление VIP. Заплатили 6 долларов, по-моему. Пока звонков нет. И вот, знаете, машину нужно брать такую, чтобы потом еще можно было ее продать. Вот уже несколько дней она там, да, на сайте. Ни одного звонка. Представляете? Очень интересный вопрос. Считаешь ли ты себя красивой? Признаюсь абсолютно честно. Я не считаю себя супер красавицей. Но я считаю, что во мне есть изюминка. Я считаю, что вообще красота это не самое главное. Сейчас вы, наверное, напишите, если красота это не самое главное. Зачем вот этот апгрейд, зубы, губы? И все остальное. Начнем, пожалуй, с того момента, что я, как бы, на мой взгляд, опять же, делаю все в меру. То есть у меня не сильно выражены изменения, опять же, на мой взгляд. Моя самая любимая часть у курочки. У меня была одноклассница. Она была безумно красивая, реально. С личной жизнью у нее так и не получилось. Как-то все сложно. Красота это, конечно, бонус у жизни. Но это не все. Конечно, приятнее смотреть на красивого человека, даже блогера. Но если вы обратите внимание, например, топ-блогеров, нельзя назвать всех их прям супер-красотками, топ-моделями. Поэтому, честно, абсолютно искренне говорю вам, я себя красоткой вообще не считаю. Хотя такой считает меня мой брат, такой считает меня мама. Хочу начать снимать мукбанки. С чего нужно начать? Ой. Начать нужно обязательно с хорошего микрофона, потому что в этом деле звук очень важен. Я считаю, что в ютубе, ну максимум, не знаю, там год можно потратить, если чисто ваша цель это заработок. Я думаю, что если год в одном направлении в ютубе вы продвинуться не можете, нужно сворачивать и пробовать что-то новое. Каждому человеку кажется, что тот контент, который он делает, он уникальный. Он очень интересный. Даже если на самом деле он абсолютно неинтересный, мы как бы считаем, что у нас все классно получается. Со стороны как бы видней на самом деле, но близкие тоже не будут говорить вам правду, чтобы как бы не убивать вас это желание. Я когда начала свой канал, я начала с макияжа. Это сейчас я понимаю, какой из меня визажист. я себя нормально накрасить не могу, не то что снимать на эту тему контент и обучать людей. И у меня это не шло. Просмотры были там 300 просмотров, 400. Естественно, это очень мало, но максимум 1000. Вот потом у меня стабильно тысячу начали набирать просмотры. И вот в этот момент я поняла, что надо что-то менять. Менять почему? Потому что не двигается. И тогда я правильно сделала. я попробовала себя в сфере мукбанков. И вы знаете, сразу, буквально пару видео мне сразу начали набирать по 20 тысяч. Я, естественно, безумно обрадовалась, продолжила снимать подобные ролики. А потом, спустя время, вот сейчас, я поняла, что вообще макияж это не мое. Как бы мне не хотелось, как бы я не любила косметику. Ну, не умею я. Поэтому мой вам совет. Если вы развиваете долгое время YouTube-канал, и у вас ничего не двигается вперед, не двигается вперед, я имею в виду там 1000-1500 просмотров, нужно обязательно поменять направление и начать снимать что-то другое. я в нашу обмакаю. следующий вопрос. Были странные ситуации со зрителями вашего канала. Я однажды, по-моему, вам рассказывала эту ситуацию. Не помню точно, на этом канале или на том. В общем, была такая ситуация. Я иду домой и встречаю свою подписчицу. Мы здороваемся, там немножко общаемся. Я говорю, ну, мне пора, я пойду. и она как бы идет со мной в сторону моего дома. Это как говорит, дай я тебя провожу. Нет, эту историю я точно здесь не рассказывала. В общем, мы дошли до моего дома. Я говорю, ну что, я пойду. выглядела она немного странноватым. И она мне говорит, а ты меня не пригласишь к себе? Посидим, попьем чай. Я говорю, нет, к сожалению, нет такой возможности. И она такая, так странно посмотрела на меня вот так вот. И говорит, ну и пошла ты. И развернулась и ушла. Такая ситуация была. Было такое, что мы сидели с подружкой, общались. Я ей рассказывала очень личные моменты, а потом оказалось, что за соседним столиком сидят мои подписчицы и просто слушают это все. вот такая ситуация была. Таких, что прям страшных, меня пытались убить, мне угрожали. Такого не было. потому что в основном у меня лояльная аудитория. Даже негатива не так много, если так брать. На этом, пожалуй, все. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. с вами была Айка. Пока. Пока.